Расстояние не имеет значения. Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня украинский журналист Дмитрий Гордон. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И вас сейчас называют одним из главных ньюсмейкеров. Это связано с вашим интервью с Гиркиным, которое широко обсуждается. Вы заявили о том, что работали на СБУ. Не могли бы вы прояснить свою позицию, как на самом деле обстояли дела? Потому что много разных вариаций сейчас в интернете на эту тему. Я ни в коем случае не заявил, что я работал на СБУ. Для этого вам внимательно нужно прослушать мое обращение, экстренное заявление, которое было сделано уже в ночи, после выхода интервью с Игорем Гиркиным. Я сказал о том, что это интервью сделано в содружестве со спецслужбами. А во-первых, в стране нашей спецслужбы это не одна СБУ. А во-вторых, в содружестве это означает следующее. Интервью было мной сделано в Поклонской с Гиркиным по моей инициативе, потому что эти люди мне очень интересны, как главные свидетели беды, трагедии, которая произошла с моей страной. Когда Российская Федерация пришла в Украину захватывать землю, территорию и убивать украинцев. В подготовке к этим интервью принимали участие ветераны спецслужб, юристы, недействующие сотрудники спецслужб, недействующие, подчеркиваю. Но когда интервью были записаны, естественно, флешки и исходные материалы с компьютера были мной переданы украинским компетентным службам. Это было еще за определенное время до выхода этих интервью. И украинскими компетентными органами эти флешки и материалы были переданы в ДАГУ для того, чтобы стать одним из главных кирпичиков в документировании российской агрессии против Украины. То есть вы заранее планировали эти интервью во взаимодействии со спецслужбами, представителями спецслужб? Уже недействующие? Еще раз повторю. Я заранее планировал эти интервью как гражданин Украины, как патриот своей страны, как журналист. Я при подготовке к интервью советовался с ветеранами украинских спецслужб и юристами. Ветеранами, недействующими сотрудниками украинских спецслужб. И чтобы у вас уже не было никаких сомнений, я никогда не являлся агентом спецслужб, никогда не выполнял каких-то заданий спецслужб, но при подготовке материалов, при погружении в информацию, часто пользовался доступной мне информацией спецслужб. В начале интервью с Гиркиным вы говорите о том, что вы абсолютно независимый человек, вы подчеркиваете, это и на вас не давляют никакие обстоятельства. И, как мне кажется, абсолютно искренне говорите эти слова. Но это не искренне было сказано, учитывая, что обстоятельства все-таки на вас давлели. Я абсолютно искренний человек, абсолютно независимый человек, и надо мной никогда не давляют никакие обстоятельства. Надо мной давляет один факт, что я люблю свою страну, и я хочу показать, какую трагедию совершила с моей страной сопредельная страна под названием Россия, ее правящая верхушка. Это не просто моя задача как журналиста и патриота Украины, это мой гражданский долг. Я его выполняю все эти шесть лет российской агрессии, независимо от государства, а потому что я делаю это по зову своего сердца. Ну и помимо гражданского долга есть ведь и кодекс журналиста, который обязывает меня, моего коллегу и вас не врать в первую очередь. Конечно, обязывает, а я и не вру. Ну, в начале интервью вы сказали, что абсолютно независимый, на вас не давляют никакие обстоятельства. Это ведь важно, потому что вы действовали по указке, как вы сказали, ну пусть бывших, но сотрудников спецслужб, для того, чтобы передать эту информацию дальше. Как вы ловко передергиваете? Надо мной не давляли никакие обстоятельства, и я не действовал по указке. Вот смотрите, разве я сказал, что я действовал по указке? Я сказал, что при подготовке... Во взаимодействии, да. Я сказал, что, смотрите, указка и совет — это разные вещи. Я обратился к ветеранам спецслужб и юристам для того, чтобы они мне объяснили, что с их точки зрения произошло в 2014 году с Украиной. Как происходило вторжение российских регулярных частей и спецслужб на территорию Украины? Кто такой Гиркин на самом деле? Чем он знаменит? Почему он пришёл в Славянск? Почему он ушёл оттуда в Донецк? Как это было? Согласитесь, что даже пользуясь интернетом, составить всю картину этой беды без советов с людьми, которые тогда принимали решение и тогда были, в общем-то, непосредственными участниками тех событий, я не мог. И вы не сможете. Но я вам скажу больше. Завтра я некоторых из этих людей прилюдно покажу. Они не стесняются этого, они с гордостью выйдут и скажут, да, это мы. Мы предоставляли необходимую информацию, мы рассказывали о событиях, завтра ждите. Но вы считаете, что журналист может взаимодействовать со спецслужбами? Вот в таком формате, как вы это сделали. Кодекс журналиста позволяет это. Журналист может взаимодействовать со спецслужбами, с чёртом, дьяволом, с бомжами, с мышами, с ежами и даже с крысами для установления истины и для того, чтобы донести информацию до своих зрителей или читателей. Вопрос от Александра, который пришёл по Фейсбук. В разговоре со Стрелковым ваша мимика, пишет Александр, ни на миг не проявила отвращения к собеседнику, даже когда он признался, что лично отдавал приказы казнить пленных украинцев. Вы продолжали льстить ему, чтобы вытянуть из него что-то ещё, но эта лесть прекрасно работала, но пугала своей искренностью. Это потрясающее актёрское мастерство или вам действительно нравится этот человек, спрашивает вас Александр в Фейсбуке? Это и потрясающее актёрское мастерство, которое продиктовано тем, что я хочу получить информацию, я хочу, чтобы человек раскрылся. Это неотъемлемая часть журналистской профессии. Если ты хочешь, чтобы человек перед тобой раскрылся, ты должен его расположить. Ты должен создать атмосферу, при которой он будет раскрываться. Это первое. Второе. Что касается лично Гиркина, я сказал это и в программе, он враг, но враг честный. Это не конъюнктурщик, который меняет свои обличия, а это человек, который честно говорит, что он не любит Украину, не любит украинцев, не считает их нацией, что он пришёл в Украину с целью создать государство Новороссия на месте украинских областей, что он бы пошёл и на Киев, если бы его не одёрнули. То есть человек не конъюнктурно, а честно говорит о своих убеждениях. Из чего я сделал вывод, что он очень убеждённый человек. И это не могло не вызвать у меня понимания того, что передо мной опасный враг, но убеждённый. Я ответил на вашу вопрос. Ещё один вопрос в Фейсбуке, который мы получили от Андреева. Он спрашивает, как вы относитесь к тому, что дав трибуну Стрелкову, пожалуй, впервые наглядно продемонстрировали украинской публике истинное лицо сепаратиста, ярый антипутинец и антикапиталист, спокойный, строгий, образованный, вдумчивый, чудовищный контраст с Семенченко, Мельничком, Осмаевым и Мунаевым. Ну вот такой комментарий от Андрея, такой вопрос от Андрея. Как вы считаете? Я показал всему миру суть происходящего сегодня в Украине. А суть эта заключается в том, что в суверенную страну, суверенитет, который подтверждён Будапештским меморандумом, где Россия, Соединённые Штаты Америки и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность в обмен на отказ от шестого по величине в мире ядерного потенциала, вот в нарушение меморандума Будапештского, в нарушение всех норм международных правил и морали в Украину пришли россияне, которые посеяли у нас смерть и забрали у нас территорию. И весь мир должен видеть, кто руководил одной из ударных групп россиян, полковник ФСБ. И они пришли с оружием, и они напали на мирный город один, а потом на мирный город другой. И они расстреливали украинцев, которые были не согласны с тем, что на их землю приходят россияне. И они сбивали Боинг. Вот это я хотел показать. И я это показал. И весь мир это видит. И теперь в ГААГе это будет играть. Интервью с Поклонской. Как вы можете его охарактеризовать? Какое впечатление на вас произвела бывший прокурор Крыма, как ее называют? Я считаю, что она заблудилась трех соснов. Я считаю, что она жалеет о своем посудке. Это мое личное мнение. Я могу ошибаться. Я считаю, что если бы сегодня можно было отмотать пленку назад, она не совершила бы этого предательства. А это предательство. Она предала свой народ, свою страну и нарушила присягу. Я считаю, что россияне, конечно, показали ее как такой няш-мяш. Смотрите, какой прокурор у Крыма, какие люди в Крыму и так далее. Ее использовали. Ее использовали для пропагандистских клише, а сегодня выбросили за ненадобностью. Я думаю, что она это понимает. Игорь Гиркин буквально на днях, сегодня или вчера, заявил о том, что вы совершили, по его мнению, профессиональное самоубийство. Не согласитесь с этим? Вы знаете, я с уважением отношусь к любому мнению. У меня есть свое мнение. Оно заключается в том, что я выполнил свой журналистский и гражданский долг как человек, который любит свою страну и который не хочет, чтобы ее территорию топтали чужие сапоги. Я честно сделал это интервью. Кстати говоря, и Игорь Гиркин честно отвечал на мои вопросы. Мне кажется так. Я считаю, что это одно из моих лучших интервью. И я сделал для своей страны в этом интервью все, что мог. Но Игорь Гиркин не знал, что позже эти материалы будут отправлены в ГАГу и будут использоваться в качестве материалов действительно уголовного дела. То есть вы не предупредили его об этом? То, что это был допрос, а не интервью. Любое мое интервью – это всегда и допрос, и расспрос, но не отброс. Что касается Игоря Гиркина. Игорь Гиркин – опытнейший офицер, полковник ФСБ. За его плечами несколько войн в Приднестровье, в Боснии, в Чечне, в Украине. Игорь Гиркин умнее, чем мы с вами втроем вместе взяты. И, конечно, он прекрасно понимал, что давая интервью мне, он дает свидетельские показания. Зачем он это делал? Это второй вопрос. И у меня на него тоже есть ответ. Я думаю, что он находится в очень большой опасности в России, поскольку у него большие противоречия, мне кажется, с действующим президентом России Путиным. Я думаю, что как человек, который слишком много делал и слишком много знает, он понимает, что его жизнь висит на волоске. И этим интервью, мне кажется, он хотел оттянуть возможные трагедийные последствия для его жизни. Он быстро согласился на интервью с вами? Или это был долгий процесс? Да. Ну вот в процессе этих интервью вы в несвойственной для вас манере постоянно смотрели в шпаргалку, потому что, как правило, вы ведете интервью, поддерживая визуальный контакт с своим гостем, ну, по крайней мере, из тех интервью, что я видела, которые вы проводили. Объем информации там действительно был очень большой, который вам нужно было подготовить, и интервью порядка четырех часов они идут, ну, около четырех часов. А ваших гостей это не смутило, что вы смотрите в шпаргалку постоянно, что начиная с детства вы... Я вижу, почему я смотрел шпаргалку. Да. Я вам больше скажу, я же не скрываю, у меня всегда есть шпаргалка, но эта шпаргалка лежит в бумажке, отпечатанной крупным шифтом, чтобы я незаметно в них смотрел. Они лежат всегда у меня на правой ноге во время моих интервью, которые берутся с помощью трех камер. Поскольку это скайп, и на ногу бумажку не положишь, я ее положил слева от себя, бумажки, поскольку это очень ответственное интервью, и я это понимал, я не имел права ничего упустить, ни одну деталь, ни один факт. И я читал с бумажки, потому что цена вопросов была очень высокой. Вопрос, который задает вам Савва. Поклонская и Гиркин, на мой взгляд, не стоят такого шума, который вокруг них поднялся, потому что в прошлом году у вас было интервью намного страшнее. Венедиктов на телеканале «Наш». Венедиктов приехал тогда в Киев. Вздумайтесь встретиться с американским послом и договориться с властями Украины об открытии филиала «Эхо Москвы». И вы, Дмитрий, даете ему информационную площадку на явно пророссийском канале. Делаете с ним интервью, где восхищаетесь памятью Путина, практически не говорите о войне между Россией и Украиной. Всячески, я цитирую, облизываете героя. Скажите, пожалуйста, тот разговор тоже был согласован, я цитирую, с СБУ, или вы тогда плясали под дудку Кремля самостоятельно? Без купюр зачитал вопрос, который поступил. Спасибо. Я никогда не плясал под дудку Кремля. Если вы изучите все мои многочисленные тысячи выступлений за все годы моего существования в медиапространстве, вы не найдете ни одного, а даже косвенного доказательства, что я могу плясать под дудку Кремля. Я вообще никогда не пляшу ни под чью дудку. Вам, может, трудно в это поверить, но я очень независимый и очень богатый, и очень серьезный человек, чтобы плясать под чью-то дудку. Я хочу вам сказать, что интервью с Венедиктовым не прошло незамеченным, оно набрало более 2 миллионов просмотров. Конечно, это не как интервью с Андреем Миларионовым, которое уже 7 миллионов 600 тысяч посмотрело, или с Юрием Швецом, которое под 6 миллионов посмотрело, высшим резидентом КГБ СССР в Вашингтоне. Или та же Поклонская уже, там 4 миллиона, Гиркин, там 3 где-то уже. И они набирают, они наберут, я думаю, они очень много наберут. Но Алексей Бенедиктов — это человек, которого я искренне уважаю. Я считаю его выдающимся профессионалом, выдающимся. Я понимаю, что он сотрудничает с российскими властями, он это и не скрывает. Но у меня есть слабость к интеллектуалам, к умным, просветленным людям, он, безусловно, из них. У нас много общих взглядов в том плане, что мы оба любим Горбачёва, мы оба благодарны Горбачёву за тот шанс, который он был в загнивающей, дремучей стране в своё время. Бенедиктов обладает огромными знаниями по современной России, по ситуации в ней и так далее. И при каждом удобном случае мы с ним встречаемся. Это не первое интервью с Алексеем Алексеевичем. Я, повторяю, очень его уважаю. Нет, при подготовке интервью с Алексеем Бенедиктовым не участвовал никто. Я готовился к нему сам. Ну и, наконец, по поводу пророссийского канала «Наш». Это неправда, он не является пророссийским каналом. В отличие от канала «Медведчука», это нормальный канал, на котором звучат разные точки зрения, и на котором мне дают всегда возможность высказаться. И я это делаю с украинских позиций. Вот интересно, что когда мы готовились к интервью, я обратил внимание, что в Фейсбуке, в российском сегменте начинают вас называть претендентом на главную роль в плане главного интервьюера России. То есть вы можете потеснить Дудя. Во всяком случае, так говорят. Вот насколько далеко простираются ваши амбиции в этом смысле? И действительно ли вас интересует статус первого главного интервьюера Рунета, например? У меня нет совершенно никаких амбиций. Вообще. Я никогда не ставлю перед собой задачи, цели. Никогда. Я живу своей жизнью, я делаю своё дело и делаю его честно. Я очень уважаю и люблю Юрия Дудя. Я считаю его блестящим мастером интервью, блестящим, который находится в развитии. И то, что сегодня представляется каким-то пиком, это далеко не пик, он будет намного выше ещё, чем есть сегодня. И мне кажется, он вообще уйдёт в кинодокументалистику, потому что это у него получается замечательно. Я ни в коем случае ни с кем не соревнуюсь, поверьте мне. Вы знаете, уважаемый мной Андрей Макаревич написал, что вот Гордон рассказал о том, что его консультировали спецслужбы, и этим он поставил крест на своей журналистской карьере. Я очень уважаю мнение Андрея Вадимовича, но я хочу ему ответить, пользуясь случаем, словами моего любимого поэта и моего покойного друга, великого русского поэта Евгения Александровича Евтушенко. Он сказал, я делаю себе карьеру тем, что не делаю её. Это и обо мне тоже. Вы говорите о честности, но вы ведь как минимум обманули двух людей, комплементарно проведя с ними интервью, и позже втайне опять же от них отправили эти материалы, приобщили их к судебному процессу, как вы говорите. У нас была одна договорённость и с Игорем Гиркиным, и с Натальей Патронской. Интервью должны выйти без купюр. Я это пообещал, и я это сделал. Одно дело без купюр, а другое дело отправить материалы, приобщить их к уголовному делу. Я не закончил ответ. Пожалуйста. Эти интервью оба вышли без купюр. Что касается, обманул ли я их в плане приобщения флешек и материалов к расследованию в ГАГе. Нет, я не обманул, потому что об этом не было разговора. Я не сказал, что я это сделаю, но я и не должен был этого говорить. Если бы они меня спросили, а вы не отправите флешки? Ну как они могли об этом вас спросить? Ну раз они не спросили, а как я могу обманывать, если об этом не было речи? Вот смотрите, обманывать, это если вы меня спросите, у вас галстук оранжевый сегодня будет? Я скажу нет, это обманывать. А если я пришел в оранжевом галстуке, и вы меня об этом не спросили, это не значит, что я вас обманываю. Но они дают, ну это такая манипуляция, Дмитрий, согласитесь. Они дают интервью журналисту, а не агенту. С вашей стороны исключительно. Они взрослые мальчики и девочки. За плечами одного несколько воин, повторяю, и ФСБ полковником просто так не становится. За плечами Натальи Поклонской работа в прокуратуре, она опытнейший прокурор, который расследовала в Украине деятельность мощных ОПГ. Вы что думаете, они наивные люди, они не понимали, что эти материалы могут стать какими-то кирпичиками в расследовании? Да даже если бы я не передавал флешки, я передал просто для документации, даже если бы я этого не делал. Сам факт появления в информпространстве, тем более у меня на YouTube-канале, где смотрят миллионы, это уже свидетельские показания. Конечно, это понятно. Но дело ведь не в наивности или наивности. Дело в том, что люди, какими бы они ни были обязаны, имеют право на то, чтобы знать правду. Допрашивают их или берут интервью, что будет с этим интервью и куда отправят потом эти материалы. Я вам только что рассказал об оранжевом галстуке, я могу эту историю повторить. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Меня зовут Олег. Меня зовут Олег, звоню вам из Вашингтона. Я сам рижанин, но свяжу за событиями в Украине. Дмитрий Ильич, вчера я вас витаю с Вашингтонщиной. За 6 лет просмотра я немножко стал понимать украинский язык, украинскую мову, тем более что она не сильно отличается от русского языка. Вот латышский от русского отличается гораздо больше. Мне нравится звучание обоих этих языков, там, тевучесть украинского, произношение долгих гласных латышков. Но при всем этом насильственное навязывание латышского языка у нас, русскоязычных, русских и, в том числе, украинцев в Латвии вызывает чувство такого восторжения, даже протеста. Вы говорили, что в Киеве большой процент говорит по-русски. В Риге ситуация, как вы знаете, наверное, примерно такая же, аналогичная. И, тем не менее, никакого статуса у русского языка в Латвии нет. И более того, они, откровенно, пытаются искоренить из всех мер жизни. И ставят незаконно. Похоже, что вот ваши украинские националисты, в этом отношении у латышских националистов, не считаете ли вы, что было бы справедливым воспридание русскому языку статуса, хотя бы регионального, в местах, где скомпактно просылают русскоязычные жители? Вот в Америке в госучреждениях, например, бандитов представляют бесплатных переводчиков практически любого языка, работают с уважением ко всем языкам. Это узаконено. Не считаете ли вы, что взаимовлажение и узаконивание статуса русского языка в Латвии, как и в Украине, пошло бы лично по-другому странам и сняло бы вот этот языковой вопрос и напряженность на 30 дня? Да, спасибо. Бушенгтон. Спасибо. Очень хороший вопрос. Я живу в Киеве, столице суверенной Украины. Я живу всю жизнь здесь, кроме двух лет службы в Советской Армии. Мои родители родились здесь, бабушки, дедушки отсюда. Никогда для меня вопрос языка не стоял. Я свободно говорю по-украински, я свободно говорю по-русски, но в быту общаюсь по-русски. Я этого никогда не скрывал и не скрываю. Никто никогда мне не сказал, говорите только по-украински. Никаких проблем с тем, что я издаю лучшую украинскую газету на русском языке, она называется «Бульвар Гордона», нет. Никаких нет проблем, что я в эфире украинских телеканалов говорил по-русски. Я считаю, что вопросы языка нужно решать только после того, как страна, Украина или Латвия станет такой же процветающей, как Швейцария. Вот тогда вопросы языков решаются намного легче. Тогда четыре языка спокойно уживаются в Швейцарии. И ни у кого не возникает вопросов говорить только по-итальянски или только по-немецки, потому что это Швейцария. Вот когда в Украине и в Латвии будет Швейцария, будем обсуждать языковые вопросы. Дмитрий у вас спрашивает, реальная дружба политиков России и Украины возможно или это останется только в истории прошлых лет? Конечно, возможно. И я считаю, что вообще народы должны дружить и политики должны дружить. Есть один маленький момент только. Россия должна сделать три вещи. Уйти с украинской территории, первое. Покаяться за совершенные преступления, в том числе военные преступления, второе. И третье. Вернуть экономические деньги, средства, которые были не добраны Украиной вследствие экономического ущерба. Вот три момента, которые нужно сделать. Каяться надо. Каяться. Как каялись немцы перед евреями за Холокост. Каяться. На коленях стоять. Потому что пришли на чужую территорию убивать людей, которые защищали свою территорию, свою страну. Еще вопрос у нас от слушателя. Он на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Глеб. У меня вопрос к господину Гордону. Через несколько дней исполняется шесть лет с того момента, как самолет украинской ВВС выпустил ракеты по Луганску, по зданию ОГА, где погибли гражданские люди, рядом гуляли дети. И у меня вопрос такой. Не является ли, по вашему мнению, в нарушении Конституции Украины применение вооруженных сил внутри страны по гражданским лицам, в том числе самолетам ВВС, военным преступлением? И не являются ли люди, отдавшие приказ, в том числе господин Турчинов, бывший председателем Совета Безопасности, министр обороны на то время ваш, военными преступниками? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я когда смотрел ваше интервью, я, кстати, большое спасибо, я посмотрел его от начала до конца, мне был интересен Гиркин, так вот, лично у меня создалось впечатление, что вы во всех своих и неудачах страны вините Россию. Вот вы меня извините, даже бы если кто-то в Украине обделался в штаны, то это тоже виновата была бы Россия. Но я бы очень хотел, чтобы вы на первый вопрос ответили. Я хочу понять вашу логику. А можно не отключать? Можно не отключать? Да, оставим на линии радио. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Глеб. Глеб, очень приятно. Скажите, вы живете в России? Нет, я живу в Латвии. В Латвии. Глеб, смотрите, если бы Украина пришла в Латвию и отняла бы у вас пару областей, скажите, вас бы это возмутило или нет? Я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, может быть, даже нет. Ну как, это же ваша страна. Как вы можете... Или вы не считаете Латвию своей страны? Это не моя страна, я здесь просто живу. Эта страна лишила меня гражданских прав 30 лет назад, подвергла меня всяческим унижениям, в том числе языковым. И то же самое, эта страна берет пример с Украины, и я думаю, что Украина берет пример с Латвии в дискриминации национальных меньшинств, в применении языкового вопроса. И вся дружба между Украиной и Латвией, которую мы сейчас наблюдаем, она заключается в том, что Украина убивает русских. Как только Украина перестанет убивать русских, дружба закончится на этом. То есть это на почве ненависти к России. Вся дружба происходит между Украиной и Латвией. Глеб, то есть, живя в Латвии, живя в Латвии, вы не считаете страну своей, не любите ее, при этом не уезжаете куда-то в другую страну, допустим, это ваше право. А почему вы, собственно говоря, меня гоните? У вас пример вашей страны, вашей страны показал, что в Россию теперь уезжают... Глеб, послушайте, как ответит Дмитрий на ваш вопрос. Глеб, я на самом деле очень благодарен вам за вопрос, он интересный для меня. Вы говорите, что Украина убивает русских. Скажите, она их убивает на Кубани, или, может, в Сибири, или на Дальнем Ростоке? Она их убивает в Украине. Глеб, дайте Дмитрию ответить, потом мы дадим вам возможность выставить. ...за того, как они туда пришли. Это важный вопрос. Вот Россия убивает украинцев на территории Украины. А где Россия, где Украина убивает русских? На Кубани или в Ростове? В Чечне Украина убивала русских. У вас есть доказательства? Да, в Чечне убивала. Украина как государство или отдельные граждане Украины? Извините, я вам отвечу. Отдельные граждане Украины создавали националистические батальоны в Чечне, уна-ун-со, и убивали русских солдат. Да, спасибо вам, но мы поняли. Да, Дмитрий. Если кто-то из украинцев воевал в Чечне как наемник и убивал русских, это не государственная политика Украины была. Никогда государство Украины не ставило цель убивать русских. Русские, украинцы и белорусы – это братья. Как можно убивать братьев? Но россияне почему-то подумали, что это можно делать, и пришли, повторяю, на украинскую территорию. Это не украинцы пришли в Россию, а россияне пришли в Украину. Вот главная разница. Еще звонок у нас. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Задавайте вопрос. Приятно слышать на нашем радио пани Гордона. Я к нему хочу обратиться. Пани Гордон, вы не удивляйтесь, пожалуйста, вот этому последнему вопросу, потому что добрая половина звонящих на наше радио «Болтком», они путиноиды, и они не понимают, что им грозит. Они готовы отдать кусок Латвии под Путина и сами готовы лечь. Поэтому не удивляйтесь этим вопросом. Да, вопрос у вас будет, Костя? Да, да. По поводу вот этого вопроса, который вам задали насчет языка. Ну, вы как журналист, да, умеете ловко уходить, ну, не совсем от ответа, а складывать его таким образом, чтобы было совсем непонятно. Я имею в виду по поводу, чтобы мы жили как в Швейцарии. Имеется в виду Латвия, Украина. И вот этот вопрос именно по поводу языка. Для того, чтобы мы жили как в Швейцарии, для начала надо сделать так называемое многоязычие. А потом уже будем стараться жить как в Швейцарии. Так что будьте любезны, ответьте конкретно на этот вопрос. Да, спасибо вам. По поводу русского языка. Спасибо. Вы знаете, Украина защищает сегодня не только свои границы, свою территориальную целостность. Украина защищает свой язык и свою культуру. Нужно ли защищать? Нужно, безусловно. Нужно ли при этом ущемлять другие языки, в том числе русский? Нет, конечно. Украине всего 29 лет почти. Украина еще становится на ноги. Она еще не стоит крепко на ногах. Тем более, что мы получили такую подсечку от своего ближайшего соседа и брата. Но я настаиваю на том, я не случайно это сказал, я настаиваю на том, что поскольку мы разные внутри Украины, разные ценности, разные культуры, есть Запад, есть Восток, это данность. Это неплохо, это так есть. Потому что на Западе Украины одни герои и один язык, на Востоке Украины другие герои и другой язык. Поэтому сегодня не надо выяснять, это мое личное мнение, чьи герои героичнее и чей язык лучше. Сегодня надо построить экономику, а когда все будут сытые, довольные и счастливые, вот тогда говорить о языках так, как это сделала Швейцария. Я не случайно привел ее к примеру. Валерий у вас спрашивает, Дмитрий, вы брали интервью у Иларионова, и тот сказал, что Путин спешит с поправками Конституции, потому что боится быть привлеченным к ответственности по делу сбитого Боинга, который сейчас слушается в Гаге. Но судьи сами заявляли, что процесс продлится долго, не менее одного года, а скорее всего и дольше, и так наверняка и будет. В таком случае утверждение Иларионова, прошу прощения, глупость. Почему вы ему не возразили, вы же умный, проницательный человек? Вопрос от Валерия. За умного спасибо, но я считаю, что Андрей Иларионов на голову выше меня в этом вопросе, и в уме тоже. И я не стесняюсь об этом говорить. Я считаю, что он понимает в политике и в экономике куда больше, чем я. И что мне возражать, я с вниманием слушал то, что говорит Андрей Николаевич. Он знает, о чем говорит. Что касается Путина и Боинга, ответьте мне на вопрос, а что он спешит? Почему Терешкова появляется? Почему на 22 апреля был назначен референдум, и если бы не коронавирус, уже все подмахнули? Почему нервничает? Ведь нервничает же. Если бы не нервничал, не спешил бы. Вот вопрос. Еще звонок. У нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Вот вашему гостю есть вопрос. Только не про неграждан. Я сам украинец, западной Украины. Я очень внимательно наблюдал за этим, что там происходило. Я переживаю как за Украину. Вопрос состоит в том, как я оцениваю, что там происходило. Там произошел беспредел. То есть люди собрались, устроили переворот. И на Украине навредили. Сильно навредили. И это, если так трактовать, то это преступление согласно уголовного закона. Да, вопрос задавайте. Мало времени, к сожалению. И вы, Дмитрий, в этом участвовали. И ведете себя. Я по украинских передачах вас много раз смотрел. И вы ведете себя как лиса. То вы против Порошенко, то вы за Порошенко. И так далее. То есть ваши действия такие, знаете, можно характеризовать, что вы тоже биновен в этих преступлениях, которые там творятся. Спасибо вам, да. Вынуждены регламентировать. Исходя из вашего тезиса, что я лиса, да еще и преступная, что вы ее тогда смотрите? Не смотрите эту лису. Я всегда, вы знаете, говорю то, что думаю. И может быть поэтому даже вот люди не согласны со мной меня смотрят. Я вышел на Майдан, не только я. Там миллион людей стоял, было время. Это же народ вышел, когда миллион человек выходит. Понимаете, что такое миллион вообще? Мы вышли потому, что мы хотели в Европу. И Янукович нам это пообещал. А потом в последний момент сказал, нет, в Европу уже не идем. Вот из-за чего состоялся Майдан. Я говорю примитивно просто. Что касается дальнейшего, да, там есть большие вопросы. К власти пришли не те люди. Да, потому что добиваются свободы, условно говоря, одни, а пожинают плоды этой свободы другие. Да, это наша беда. Но это не повод был России приходить, когда мы были в ослабленном состоянии. Условно говоря, у нас дом горел, к нам хата горела, к нам пришли, вынесли телевизор и украли. Это не повод был приходить к брату и отжимать у него территорию и убивать украинцев. Поэтому это наш был внутренний вопрос. Не надо было к нам лезть, мы бы разобрались рано или поздно. Но к нам же полезли. Вот же в чем проблема. Вопрос от Рэя, он спрашивает, как вы относитесь к Анатолию Шарию и его партии? Я к Анатолию Шарию отношусь как к талантливому человеку, который очень талантливо делает свои блоги. Он остроумен, он харизматичен, он ярок. Взглядом его я не разделяю категорически практически всех. Хотя у него бывают вещи, с которыми я соглашаюсь. Партию его я не знаю и ответить на вопрос о партии не могу. Но мне нравятся яркие, интересные люди. Он один из них, он ярок. Политические его предпочтения мне чужды. Я обратился к Алексею Навальному с просьбой об интервью. Он сказал нашему общему другу без фамилий, что я смотрю Дмитрия, я его уважаю, но я российский политик. И сегодня говорить об Украине я не готов. Вы не думаете, что теперь гости будут настороженно соглашаться на интервью с вами, учитывая, что материалы могут попасть куда-то не туда? У меня очередь стоит из людей, которых я приглашаю, которые готовы на интервью. Вы увидите, какие яркие фамилии будут в ближайшее время. И дальше тоже. Поэтому, конечно, нет. То есть вы из профессии не уходите? Вы остаетесь в журналистике? А чего я должен уходить из профессии, если я с ней блестяще справляюсь? И два с лишним миллиона моих подписчиков на двух ютуб-каналах и миллионные, многомиллионные просмотры говорят о том, что мне в профессии все удается. Разве на пике из профессии уходят? Вам не кажется, что вы дискредитировали профессию журналиста взаимодействия с спецслужбами? Мне кажется, что я поднял профессию журналиста на новый уровень, принес пользу своей любимой стране и показал всему миру звериное лицо российского кремлевского империализма. Еще прием звонок. Слушаем вас. Я прошу прощения, но вы не ответили на мой вопрос по поводу авиационного залпа 25 мая по урганской государственной администрации, где погибли гражданские люди. Да, спасибо. Глеб, отвечаю на ваш вопрос, видите, узнаю вас. Я не знаю об этом, честно говорю, об этом ударе украинских вооруженных сил. Не знаю. Если он был действительно, то это плохо, потому что стрелять по мирным жителям плохо. Но для того, чтобы мне оценить это, мне надо иметь данные. К сожалению, я этих данных не имею. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Владимир, меня зовут. Да, задавайте. Вот две ваших фразы вы сказали. Мне надо было приходить в Россию, мы бы разобрались. Это точно, вы бы разобрались. И еще раз фраза. Значит, вот если отмотать пленку назад. Вот если отмотать пленку назад на Крым. То есть Крым это отправная точка всего конфликта. И вот включить воображение, попросить вас включить воображение. Вот вы не Гордон, вы Путин. И вот Крым. Сегодня, значит, там бы стоял американский флот. Это американцы даже признают. И вот будь вы Путин. То есть вы бы, значит, историю многовековую. Россия, Крым, две войны, сотни тысяч жертв. Вы бы как себя повели на месте Путина? Просто пускай все будет так, как идет. По сценарию Америки и Украины вместе с ней. Или, будучи вы Путиным, вы как-то повлияли бы на ситуацию. Да, спасибо. Хороший вопрос. Попробую поставить себя на место Путина. Я скажу вам, что первое. Надо соблюдать законы. И международные в том числе. Второе. Ну что вы эти пугалки про флот американский, который в Крым хотел зайти. Да ему нахрен не нужен Крым. В них стоят такие мощные авианосцы, с которых запускают ракеты с любого моря. И не надо стоять в Крыму. Кроме того, в Польше американские натовские базы стоят. Сейчас будут вообще размещать ядерное оружие. Какой Крым? Это все сказки бабушки Арины Родионовны. Для доверчивых и внушаемых людей. Сустремли мы принять еще звонок? Что нам скажет звукорежиссер? Нет, к сожалению. Да, ну вот буквально очень короткий вопрос. Борис у вас спрашивает. Дмитрий, расскажите, за что вы себя любите? Я себя не люблю. Но я себя уважаю. И есть за что. За что? За то, что я живу своей жизнью. За то, что я ни под кого не подстраиваюсь. И формирую время, а не время. И люди формируют меня. Мы благодарим вас за это интервью. Спасибо вам. Спасибо вам. Дмитрий Гордон. Всего доброго.